В июне ВВП России снизился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Минэкономразвитие Российской Федерации. Кроме этого, безработица в России в июне 2022 года не изменилась, оставшись на минимальном уровне за период наблюдений показателя с 1991 года, который был достигнут в мае этого года, следует из опубликованных в среду данных Росстата. Общая численность безработных в России в июне 2022 года уже составила 2 млн 951 тыс. человек. И о положении дел в российской экономике сейчас поговорим с основателями группы макроэкономического анализа и прогнозирования «Украинэкономик Аутлук» Михаилом Кухаром. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Итак, как бы вы оценили, насколько это серьезное падение ВВП за июнь? 4,9%, почти 3 млн безработных. Согласны вы с этими цифрами и насколько все плохо? Ну, вынужден не согласиться с цифрами, поскольку раньше мы очень сильно подозревали правительство Российской Федерации и Центробанк. А наша группа уже 5 месяцев следит за экономикой России. Мы ежедневно делаем такие анализы. Мы подозревали, ну, обоснованно по косвенным данным, но у России хватило ума сознаться. Это депутат, глава экономического комитета Госдумы сказал, что он инициирует законопроект о введении вместо макроэкономической статистики так называемой антисанкционной статистики. Есть такая статистика, которая мешает России экономически развиваться, привлекать им инвестиции. Поэтому нужно над каждой цифрой думать, публиковать ли ее. С тех пор мы имеем почти официальную позицию о том, что фактически макроэкономические данные фальсифицируются. Касательно падения на 4,9%. Я приведу простой сравнительный ряд, понятный даже не экономистам. Как мы знаем, по одной из формул ВВП, можно считать по совокупному потреблению. Внешнее потребление, внешний спрос – это у нас экспорт. Падение российского экспорта только по углеводородной группе составляет 22%. И внутреннее потребление, как мы прекрасно знаем из предыдущей статистики, которая еще не была сфальсифицирована за 2021 год, что более 70% составляет импорт. Так вот, этот импорт упал на 70%. Скажите мне, о каком 4-5% падении экономики может идти речь? Еще более смешна цифра о неизменной безработице. Наша группа вместе с рядом IT-компанией украинских и зарубежных анализировала открытые данные по тем 4 тысячам западных брендов, которые покинули Россию. У многих из них на сайтах содержалась официальная информация о количестве российских сотрудников. Так вот, количество уволенных людей только из западных брендов, которые ушли из России за последние 5 месяцев, превышает 400 тысяч человек. Со смежниками это более полутора миллионов человек. Но, как мы видим по официальной статистике, безработица в России не изменилась. Слушайте, ну вранье страшного масштаба. Роспропаганда сообщает, что падения уровня доходов нет. Постоянно показывает всем курс доллара, который у них там крепчает. Давайте о курсе доллара скажем. Потому что, знаете, мне кажется, что люди, которые глубоко невежественны в экономике, как бывшие члены ЦК пролитбюро СССР, например, они тоже держали фиксированный завышенный курс сайтов рубля к американскому доллару. Как помните, газета «Известия» там лет 30 публиковала некий официальный курс, который составлял 60 копеек за доллар. Мне кажется, что Владимир Путин так же скверно разбирается в экономике. И Кремль давно покинули все стоящие экономические консультанты, что он понимает, что когда рубль укрепляется, это хорошо, а когда он падает, это плохо. И, конечно же, с началом войны он здорово обвалился там в зону 130, и была команда сверху ограничить спрос на доллар. Запретили покупать нерезидентам, запретили покупать владельцам ценных бумаг, запретили покупать население до 10 тысяч, запретили снимать валютные вклады. В общем, вводили ряд административных ограничений, которые уничтожили 90% спроса на доллар. Остался спрос черного рынка. Но тем самым сделали огромную беду, потому что один из главных законов о макроэкономике также гласит, что укрепление национальной валюты убивает национальный экспорт. Вот давайте себе представим среднего русского импортера, который также как и украинских экспортеров, которые тоже возродали от войны. И, естественно, не ожидал войны, когда мы слушали дженгл балл с под новогодней елкой. Курс рубля стоял 87, и все закладывали в бизнес-план примерно 90, средний курс на текущий год. И вот курс утопили до 60. Рубль укрепился на 33%. Это означает, что выручка всех компаний-экспортеров России. И машиностроителей, и большого предела, и мелкого предела, и товарного роднопотребления, и нефтяников, и газовиков, и углевиков, и производящих удобрения, и химиков. Всех упало на 33% в рублях. Снизилась ли их себестоимость? Нет. Зарплаты остались прежними. Энергогруппа подорожала. Импортные комплектующие, у кого они есть, подорожали в разы за счет дефицита и вот этих вот контрабандных смехов параллельного импорта. То есть себестоимость выросла, а выручка в рублях упала на 33%. Покажите мне такого экспортера, который жил с начала года, имея зазор маржи 33%. Таких просто не существует в современной экономике. Это означает, что, укрепив зубами, притиснув к полу курс рубля, вот эти вот кремлевские экономисты превратили весь экспорт своей страны в плановое убыточное предприятие. То есть сейчас все экспортеры России, кто на 10%, кто на 15%, кто на 30%, внесет убыток, прямой операционный убыток каждый месяц. Косвенные признаки этого мы также имеем. Русским компаниям разрешили два месяца назад вообще не публиковать свою корпоративную отчетность. Отчеты о прибылях и убытках для акционеров, которые по закону должны были обнародоваться публично, сейчас разрешили не публиковать. Ну что же публиковать? Значит, всем виден масштаб ужаса. Вот такое вот укрепление рубля. Сколько они, вот хоть бы дольше они его держали. Послушайте, но вот так врать, так врать в таких масштабах становится возможным в условиях страшной масштабной пропаганды, которая постоянно рассказывает из всех СМИ, что у вас на самом деле все хорошо, все хорошо и будет хорошо. Ну и некий запас прочности, который позволяет еще, наверное, бюджетникам выплачивать какие-то зарплаты, пенсии и тому подобное. Но мы же знаем, что очень много людей в кредитах, в ипотеке и тому подобное. И выплачивать эти кредиты и ипотеки, они просто не смогут физически. И запас прочности, он недолговечен. Сколько еще вот... Вы задаете безумно верный вопрос в отношении запаса прочности российской финансовой системы и вообще в отношении российской экономики. Но вынужден признаться, что с тех пор, как статистика закрыта и искажена в последние два месяца, мы не можем просчитать эту точку. Поэтому я, с вашего позволения, буду оперировать данными по мая этого года, когда еще большинство макро-статистики в России не были засекречены или искажены. И тогда картина у нас была следующая. Вы абсолютно верно указали о том, что Россия – это одна из стран, которая имеет высочайший процент за кредитованность населения и ипотеки. Это 21% населения. Условия были неплохие. И до войны 3-5-7% по годной ипотеке. И бюджетники могли так брать, и военнослужащие. Когда учетную ставку подняли до 20%, кто-то должен был начать компенсировать вот эти 15% в отрицательной разнице? Конечно же, это сделал Центральный банк за счет своего печатного станка. Затем мы понимаем, что валютные ограничения также водились не просто так, а потому что против пяти крупнейших русских банков все-таки были едины санкции. В частности, если брать балансы хотя бы двух таких банков, как Альфа-банк России и Сбербанк России, то совокупные валютные депозиты населения в них превышают 120 миллиардов долларов. Ну, понимаете, что такое обязательство перед населением по валютным депозитам? Человек пришел в банк, он должен вернуть его депозит. А где находится? А находится он на ностре счету этого банка, то есть банка корреспондента, американского или европейского, который арестован. То есть в монетарном смысле, в бухгалтерском, если хотите, этих денег уже просто нет в русских банках. Поэтому, честно говоря, я не знаю, когда наступит точка кризиса, но я бы на месте любого россиянина просто помнил то правило, что кто первый пришел в банк, снял деньги, тому они, может быть, еще достанутся. Тем более, что они сейчас смягчили вот это ограничение по 10 тысячам за снятие. Потому что всех денег в русских банках уже нет. И, честно говоря, банковская система, никто не знает, сколько они протянут дела и видят, что она еще жива, но она уже мертва. Михаил, вот вы сказали о том, о закредитованности россиян и о том, что большое количество людей брали себе ипотеки для того, чтобы обеспечить жилье. Да, еще 40% брали потребительские кредиты. Ну, то есть, грубо говоря, речь идет о 60%. А что будет с теми людьми, которые сейчас брали эти кредиты, думали о счастливой жизни? Тут вот 24 февраля, такая ситуация в их стране, подсанкционная Россия. Невозможность платить, безработица, уволили, западные компании ушли. Что будет тут с физическими этими лицами? Будут ли они себя оглашать, возможно, банкротами, согласно законодательству? Это не имеет никакого значения, потому что заявление настолько массовое, что это им не поможет. Потому что в мирное время оглашение себя физическим лицом банкротом приводило к частичному или полному списанию долга. Ну, нельзя же долг списать всей России, матушке. Но это слишком массовая история. Что делать уволенным людям, я не знаю. Я могу, я единственное, могу дать искренний совет тем россиянам, которые еще не забрали свои деньги из банка, и у них есть такой шанс побыстрее воспользоваться этой возможностью. Потому что до осени, возможно, его уже не будет. Уточните, вот что будут делать эти люди, как вы считаете? Каким образом они будут выплачивать эти ипотеки, кредиты и все прочее? Никак они не будут, ничего не будут делать, никак они не будут выплачивать. У них будут изымать имущество? Как вы считаете? Это уже художественная деталь. Когда и как, и какое имущество у них будут изымать. Вначале случится каскадное банкротство банковской системы. Потому что до того, как кто-то пойдет забирать чей-то сарай, который там в залоге находился, или в собственности, или какую-то квартиру-хручевку, до этого банка просто этого не станет. И правительству придется срочные меры в центробанку принимать по массовой национализации банков банкрот. Пока у них вообще не останется два банка. Сбербанк и Внешэкономбанк. Ну, то есть вот все эти частные банки в условиях вот этого сериального банкротства системы, они не нужны больше. Вот этой вот военной мобилизационной квазиэкономики, которую они пытаются построить, но они ее даже не достроят до конца, она развалится, как-то египетская башня. Они не нужны. Это просто будет национализация всех банков. Вот это ближайший прогноз. А до этого я советую всем россиянам все-таки забрать свои деньги из банка. Знаете, мы так часто говорим о том, что сейчас в этой войне против Украины участвуют жители российской глубинки, республик, которые уже доведены до какого-то такого положения, где нет возможности зарабатывать и мужчины, которые живут там, идут исключительно на войну. Вот как вы считаете, вот эти все безработицы, реальные показания экономики, они приведут к тому, что мужчины, возможно, массово будут искать возможности заработать, исключительно принимая участие в боевых действиях. Ну, видите, вы задаете риторический вопрос, где содержатся вопросы-ответ. Я экономист, я не знаю настроения мужчин в русской глубинке. Разумеется, вот эти вот экономические последствия приводят к тому, о чем вы сказали. И это все очень грустно. Но это этическая проблема, не экономическая. Но ведь есть факт, что просто эти зарплаты обещанные не выплачиваются солдатам. И не просто же так вот вы называли статистику по мае, когда еще действительно более-менее были прозрачные какие-то цифры, их обнародовали в России. Ведь тогда говорили, что Россия в день тратит порядка 900 миллионов долларов на войну. И тогда суммарные затраты за три месяца составляли 20 миллиардов долларов за время вот этой спецоперации, по их мнению, по нашему мнению, на войну тогда заплатила Россия. А сейчас эта цифра по подсчетам Форбс в два раза меньше. То есть там порядка 400 миллионов долларов в день. То есть экономия, как утверждают специалисты, именно за счет того, что не выплачивают обещанные зарплаты, компенсации, компенсации в том числе родственникам погибших. И поэтому здесь тоже есть все основания говорить о колоссальном обмане людей, даже тех, которые собираются идти на фронт с целью заработать. Поэтому тоже... Смотрите, ни 20, ни 40 миллиардов, даже при нынешнем катастрофическом состоянии русской макроэкономики, ни 20, ни 40 миллиардов в месяц не является неподъемной цифрой. Поэтому я бы на такую экономию не надеялся, а посоветовал Форбс лучше посчитать падение долларов в России, который по... Вообще-то должно лишить россиян национального богатства более чем на триллион долларов в текущем году. И это только по результатам первых пяти месяцев войны. Они еще себя в самую глубину не загнали. Есть еще какие-то резервы у Кремля на войну? Есть, несмотря на все эти санкции, аресты золотомоинных запасов? Они пока что простреливают снаряды и ракеты, которые они до этого строили 50-60 лет в ВПК СССР. Эти деньги уже давно самортизированы тогда. На денежные выплаты солдатам на рюмку водки и буханку хлеба им еще надолго хватит. Но я думаю, что экономика, которая лишена ключевых комплектующих, у которой уже упала авиасистема, на волоске держится система железнодорожного сообщения и в состоянии клинической комнаты находится финансово-банковская система, она, конечно, упадет гораздо раньше, чем у них закончатся подчисление деньги на выплаты военнослужащим. И это приведет к массовому недовольству и, конечно, будет иметь политические последствия. Что ж, будем с нетерпением ждать этих времен. Хотелось бы как можно скорее. Спасибо за ваши комментарии. с нами на связи был Михаил Кухар, экономист. Спасибо.